здравствуйте друзья мы с вами сейчас находимся в америке которую мы пока еще не потеряли она есть это штат вирджиния небольшое тут местечко в местечке мельница в мельнице выставка произведений искусства в разных и мы с аленой которая там выставляется идем на мельницу вот эта мельница с этим идем на мельницу забирать то что не было продано так значит то что не было продано алена расскажи что там у тебя было много чего было то там 5 картин там можно пять картин только как три продано 2 осталось парк мне очень нравится это это выставка здесь очень красивый такое старинный рустик где моя супруга она дошла вот эта мельница старинная так вода течет реально вот так друзья вот так жила америка раньше ну что друзья попробуем попробуем снять как тут вода протекает но много тут не видно вот такие вот дела вы видите там наверно вот наверно там должно происходить вручение верчения колеса а дальше вот ручей уходит внутри чего колеса внутри мельницы а чем туда вода так течет без понтово течет вот друзья мельница да такие написано что 1782 год давайте советуем внести взрослого по 4 со старичков и студентов по 3 дети и члены там какого-то общества бесплатно понятно но это никто не требует так бит принципе вау вот она ничего себе ничего себе попали друзья я прихожу к выводу что мельница это большое хозяйство это не просто так как может показаться тем что никогда ни одного зернырка не размолол и не делал муки так а вот тут уже видимо вот мы попадаем в мир искусство вот это что же это за зверь такой а вот многие еще висят Миша, сними, пожалуйста, мою работу. Они вторую на камин поставили. Понял, понял. Послушай, так еще не то, что они все разобрали. Да, вон там над камином. Пошли, пошли, пошли. Так, где? Вон. Над камином, так. Так, подожди. Они другую поставили, ее купили. Так. И они поставили другую картину, но ее не успели купить. Понял. Ты что, забрать ее оттуда? Ну, надо будет забирать, да. Вот картина. Что изображено на полотне художника? Это называется небесное посещение. Небесное посещение. Так, где посещающие и... Ну, это такое прикосновение света. Это когда небеса нас касается. Понял, понял. Не то, что кого-то конкретно посетили. Вот, друзья, такие произведения искусства. А это типичная американская собака. Типичная, да. Такая недобрая какая-то собака. Слушай, а вот это женщина, вы смотри. Я знаю эту художницу, с которой это делают. Ну, и кого же она нарисовала? На нее похоже. А, тогда понятно. Вот, говорят, обращаю внимание на размеры камина. Да, там может быть где-то рядом еще, если носом ткнуть в очаг нарисованный. Но этот не нарисованный. Так, вот я бы это назвал русское поле. Если бы не мешало вот то здание, которое вот какое-то явно из другой страны. Друзья, это американский енот. Но он такой, я бы сказал, веселый такой, добрый. В хорошем настроении. Да, в хорошем настроении. Вот тоже, вы видите, пейзажи. Это типичные вот тут в Вирджинии пейзажи. Вообще, Вирджиния очень интересное место. Мы тут ехали сюда на машине, там минут сорок. Через поля, через луга, по такой сельской дороге. Вот эта лавочка, на ней не хватает Владимира Ильича Ленина, чтобы было надпись Ленина в горках. Так. Вот, пожалуйста, девушка. Друзья, вот такая же точно девушка могла бы спокойно встретиться вам на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы и Хабаровска. Вот такая типичная американская избушка на курьих ножках. Клубника. Конечно, клубника это могла бы быть более таким калифорнийским вариантом, но мы знаем, клубника растет не только в Калифорнии. Хотя, в Калифорнии безумно много. Так. Ну что же. Натюрморт. Вот он, типичный вирджинский пейзаж. Вот мы только что ехали, а палачи тут они невысокие. Вот так все выглядит. Вообще, очень милое место, я вам скажу. Скажи, Свет. Дивная картина по телевизору. У меня есть картина, которую не познают. Да. Вот, друзья, проблема. Когда не знаешь, куда повесить. Это проблема. Мне тоже очень многие нравятся. Очень-очень многие. Света, это та же женщина, что с клубничкой была. Какие-то мужики-охотники. Да, мне нравится. Да, это очень классно. Вот эта абстрактная вещичка с лейками. Очень милая. А ты посмотри на того коса, который смотрит на себя в зеркало, посмотри на его морду и что он видит в зеркале. Ты видишь? Да. Он смотрит на себя в зеркало и видит совершенно... Талантливо, талантливо. Мне тут вообще интересен диапазон цены. Вот этот ход 245 долларов. Вот эта картинка, это у нас 450. Вот эта, которую я вам показывал, с лейками, это написано тут 1400 уже. Понимаем. Так. А вот, допустим, вот эта, да, такая, ранчо такое, 450. То есть, на самом деле, я хочу сказать, что цены довольно умеренные. Если бы вот это же самое вам попалось где-нибудь в галерее, я могу себе представить. Вот эта, какая ла, какая прелесть в галерее. Я надеюсь, вам тоже нравится. Да. Да. Хотя бы знаем, что у нас вкусит цвет товарищи нет, конечно. Да. Ну вот хрюшка как-то у меня, как-то странно даже. С хрюшкой странно. А вот там, например, вот так, две чашечки. Изумительные. Просто изумительные. Вот, друзья, 3400. Очень, очень впечатляет. Хотя сказать, что там именно нельзя, но в целом впечатляет. 800 долларов. Не знаю, вот за мой вкус вполне, вполне прилично. Прямо такой пейзаж очаровательный. Очень, кстати, очень местное такое биржинское изображение действительности. Немножко так, конечно, гротестковое такое чуть-чуть, но очень похоже на как есть. Какая девочка очаровательная, ребята. А вот тут прямо это итальянские пейзажи. И художник, там его зовут Деви Агустино. Может и итальянец прям настоящий. Друзья, это наш человек. Вы посмотрите, как вам. Слушайте, тут столько симпатичного. На удивление. Акрилик. 175 долларов. Можно сказать, задаром отдают. Друзья, вы видите художника со второй работой. Непроданной. Непроданной. Называется она... Вейв. Волна. Волна. Ну, волна присутствует. Это такое, когда она уже на тебя пошла. Ты уже там. Уже дальше никуда деваться некуда. Это как эмиграция. Ты уже здесь. Ты кто-то был назвать эмиграцией? Ну, не знаю. Вот я назвала волна. Понял. Да. Ну, как вот в работе художника. Важно, как назвал? Очень важно, конечно. Для себя важно или для того, чтобы продать? Для людей. Чтобы они как бы поняли, восприняли. И это проблема для меня. А я назвала жизнь. Жизнь, да? Ну, вот для тебя мощь такая. Волна, она волна. Для меня сложно на английском называть. Потому что на русском чувствуешь. Вот небесное посещение, например. По-русски это одно. А Sky Visit я не знаю. Нет, нет. Это другое. Это что-то другое. Какое-нибудь холи, там что-нибудь. Да. А небесное посещение, ты понимаешь, что тебя коснулось что-то. Такое. Особенно. Вот так стараюсь. Муссов. Чего ты? Муссов. Со слоном. Да. Так на хорошей ритме. Джоди Муссов. Да. Друзья, мы спускаемся на мельницу вниз туда. Ой-ой-ой-ой. Знаете что? Довольно крутая лестница. Совершенно не соответствует стандартам нынешних времен. Я вам скажу. По крутизне. Так. То есть такое ощущение, что мельница такая. С одной стороны она музейная. И тут вот в табличке, да, тут написано. Где, что, чего. Так. Ну, я как не специалист по мукомольному бизнесу. Много вам не скажу. Да. Но она таки крутится. Вы видите? Она таки крутится. И, видимо, вот та вода, которая там проливается, какую-то работу совершает. Если только это не имитация. Она не крутится электрическим моторчиком, конечно. Тоже возможно в наше время и такое. Но она мокрая. Вы видите? Там вот, безусловно, следы воды. То есть такое ощущение, что все по-честному. Так. И шум воды. Да, вы слышите? Льется там. Кто бы мог подумать, что мельница это такая навороченная фигня. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Значит, видимо так получается, что вот эта вода приводит в движение вот это колесо. Потом дальше, если рычажки подвинуть, то начинает двигаться вот это колесо. Передается на другое колесо. И вот оно вверх по этому стержню отправляется вот туда, где у нас этот самый мельничный круг. И размалывается мука. То есть фактически все, что вы здесь видите, это, я так понимаю, механизм передачи вращающего момента туда, где будет происходить сам помол. Интересно. Вот лестница. Видите, вот какая. О. И я, друзья, бесстрашно. Только для вас. Только для вас я бесстрашно. Двигаюсь вверх. Утверждается, друзья, что это типа апельсин, но какой-то дикий. Ой, да. Да, слушай. Оранж. 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 Говорят, что это какой-то тип оранж. Сейчас я его понюхаю. Ну, ничем таким особенным он не пахнет. Он с этого дерева, что ли, тут? Нет. Это не с этого. Да. Откуда-то они их сюда притаскивают. У нас... Света, брось. Пойдем. Очень важно это все, что вот эта мельница построена в 1786 году. Я специально прошла. Ты знаешь, вот эти ступеньки и эти полы. Да. Ничего не скрипит. Все настолько солит. Я просто была в шоке. Я просто ходила и пробовала, как вот по этому полу ступать. Все, что сегодня строится, даже в новых домах. Да. Ты ходишь по этим ступенькам, ты чувствуешь, как оно скрипит. Это специально так скрипят. Чтобы дух и духов прогнять. Правильно. Но здесь вот духов не было. А в то время духов не было. Не было. И настолько классно просто. Потому что строили вот эти вот пуритане, у которых был принцип, что вот ты даже делаешь там ложечку или булочку, но это твое служение и ты делаешь это как для Бога. И они настолько стали преуспевать, потому что все, что они делали, было очень-очень качественное. Они старались и они не тратили деньги. Это скромность культивировали и трудолюбие. И, конечно, до сих пор это след на Америке оставило. Пуританский этот. Отлично. Поехали дальше. Да, вот. Субтитры создавал DimaTorzok